друзья всем привет сегодня снимаю 11 часть нашего многосерийного фильма рубрика было стало ну и вот не знаю свечу и успею сегодня осветить вот этот весь ящик он побольше чем вот этот ну хотя растений там наверное по количеству может быть столько же ну все-таки наверно даже побольше насколько успею столько успею просто хочется вложиться в полчаса хотя бы чтобы видео не было очень продолжительным но не буду больше разговаривать приступим так несколько растений большую часть вернее я вынула а большую часть оставила может быть просто буду дотягиваться до них не знаю чего начать с чего же начать вот взяла который горшок рядом стоял это эхиверия черный принц эти две детки я покупала недавно как недавно может быть пару месяцев назад дело в том что у меня есть черный принц но он другого плана и мне хотелось именно такой жирными листьями с толстыми тот тоже красивый то тоже я люблю но хотелось другой чтобы было два черных принца в коллекции потому что у них и оттенок разные форма листьев разная и вот мне пришло вот пришли вот таких два растения они конечно у меня в два раза выросли цена на них была ужасная большая просто я думал это будет большие розетки но когда вот эти карапузу пришли такие пипки почти по 400 рублей я конечно немножечко удивилась и еще минусом вот этих растений было то что вот это растение вот это растение оно было без точки роста то есть девушка его мне отослала она же знала что это не полноценное растение то есть как эксперимент вот сейчас для меня он интересен но как просто покупателю иметь розетку без точки роста которая может неизвестно что может с ней произойти она может сбросить листья она может быть просто там откуда-то потом начать расти может быть вообще не начать расти и постоит постоит вот так и все и капутки будет то есть это непредсказуемые вещи и вот она прислала мне его без точки роста тут какой-то вот мутированный лист один вот смотрите с двумя с клювиками с двумя зазубринками вот и она у меня так стояла наверное около двух месяцев но листья подросли естественно они были вот в этом горшке прям нет фотки у меня нет наверное не сохранилась может быть сохранилась поищу но они у меня так стояли наверное ну были они на на раза в два меньше и вот только сейчас я достала этот горшок и заметила что там точка роста это начала свое действие то есть она появилась не знаю покажу или нет смогу показать вот там маленькие листики и достаточно большая куча может быть даже креста то будет фиг узнает ну ладно не креста то не креста то главное что процесс пошел слава богу потому что неполноценная розетка на нафиг не нужно в коллекции ну вот этот обычный вот рядышком а это даже как-то и почерней может быть из-за своей мутации и вид у него немножечко другой ну посмотрю что с ними дальше будет будут развиваться ну давно их хотела из листиков их пока размножить не получается потому что листики очень маленькие мне их жалко на дербанить на на листья эту розетку так что буду просто дожидаться когда отрастут эти головы уставила туда черных принцев в угол и дотянулась сразу до хивери браун розы вот такая хиверия красавица прям красавица листики у нее такие вот окончания лохматенькие смене колючками но не колется на ну шершавые листики вот трогаешь они негладкие прям шершавые рука как будто по наждачке идет при перепадах температур при лампах это растение бывает темно-вишневого цвета красноватого цвета но ближе к такому к терракотовому что ли коричневая вот такое растение вот тут у меня еще от него есть два дитя точно так же как и черных принцев я их посадила вот так рядышком вот эта композиция на моя я ее не продаю продаю большую розетку вот которую я вам сейчас показывала а себе буду растить вот таких двойняшек красивое растение очень красивая солнышко мусор это мусор вот на солнышко можно хорошо видеть на солнце структуру листьев они все такие прям мохнатенькие колюченькие но мне очень она нравится там рядом еще стоят эти вот грабта петалом это куртина эти дети выросли от одной мамки центральных это грабта петалом silver star вот такие окончания листиков у нее такие длинные волоски на листочках это специфика этого растения очень симпатичные нарядные смотрите какой горшок получился горшок 9 сантиметров как они разрослись и как они тут прям хорошо разместились вроде им туда не тесно и друг другу они не мешают тут живут все в мире согласии на солнце волоски у него становятся красными вот такое красивое растение это заброшенный не пересаженной тысячу лет садик здесь красула мезембриатеновая не гибридный обычный мезембриатеновая вот справа вот это лохматенькое растение колючками здесь грабта петалом вот розовый мендоза и красула маргиналис вот такая куча просто я за и зовут этим садиком совершенно не смотрю я его задавливала другими горшками листья все с грабта петалом осыпались вот те которые нижние дохло это совершенно они можно сказать без света задвинуты другими горшками и развиваются просто я вообще думаю каким чудом они тут выживают такой заброшенный сад а у тут еще кремно седум вот он little джем одно единственное растение то же самое зеленое потому что смотрит видите смотрит его голова вниз а здесь стоит какой-то другой горшок то есть он возможно вообще придавлен ну вот это это говорит о моей халатности это результат моего такого отношения пофигистического вот этому садику это их верия липстик вот эту я отсадила себе вот оставила я ее себе а вот та у меня которая стоит не пересаженная уже тысячу лет в обед в страшнючем в бедном грунте вот это на продажу но она в отличие от этой нормального вида вот этот у этой листик сломан ой куда солнце делось вот сломан листик он то ли начал подгнивать то ли что то ли наверное я его все таки не поднимается придавила наверное я его и вот он не погиб и загнулся но ничего страшного вот это растение конечно мне очень нравится это гавоидная хиверия посмотрите какой у нее окрас у нее листики будто специально кто-то покрасил кисточкой замечательное растение обожаю его при ярком солнце при перепадах температур вот эти красные окантовки будут еще более выраженные красивое растение она всегда яркая всегда вот эта красота краснота она не исчезает она бывает ярче бывает тусклее но до конца она не исчезает даже без освещения это эхиверия фабиола это гибрид эхиверии пропузорум компактная розетка плотные листья при ярком освещении то же самое как у всех у многих агавоидных вот эти иголочки они более выражены более красные вот здесь у нее проходит по центру листа полоса эта полоса будет усиливаться ее яркость вот такая мадамчик красивая эхиверия фабиола это уже детка выросшая уже их было по моему три детки это вот одна оставшаяся мамка ее почила наверное года полтора назад причем почила по неизвестным причинам просто рассыпалась розетка но я ее точно знаю что я ее не поливала она рассыпалась просто в сухом грунте и грунт этот был сухой наверное недели три бывает такое жалко мне тогда было ужасно и вот несколько листиков остались которые выжили и потом они дали детей и вот это уже дитё полутора годовалая наверное вот от той от мамки которая умерла это звездочка обожаю вот это растение эхиверия ромелетта нет 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 обманываю это эхиверия фрэнк райнельд на ромелетта глянула и сказала вот такая гавоидная эхиверия медленно растущая но всегда вот такая яркая всегда компактная просто необыкновенное растение я его обожаю но бывает еще краснее бывает чуть потусклее но я его обожаю эхиверия фрэнк райнельд я вообще люблю все агавоидные за счета из-за того что у них компактная форма они не тянутся даже без освещения их надо еще реже поливать чем другие суккуленты потому что агавоидные накапливают своих листьях большее количество большее количество влаги чем другие суккуленты у них очень такие жесткие листья они прям все насыщены водой и за счет этого они не мусорные то есть листики вот год наверное полгода уже стоит это растение с апреля апрель-май июнь-юль 4 но где-то пять месяцев точно но не отсушила еще ни одного листа хотя вот тут нет этого ящика но любое другое растение вот другая хиверия те же вот и шавианы они отсушивают листья это же нет и липстик точно так же как бы он там не болел как бы он не сох и липстик также не отсушивает листья потому что слишком много влаги ну такое вот красивое растение обожаю его были у меня от него дети детей я продала это вот осталось одно детей пока нет но дети были от головы то есть лист детку не дает чтобы получить дитя нужно срубить голову и потом пень даст деток это тоже гавоидная близняшка эхиверия фрэнк райнольд такие нарядники пузатики прям нарядники нарядники и смотрите какие классные вот растут они я их вот многих сажаю так вот этот посадила точно так же браун розы по два черного принца вот того посадила по два эти были посажены маханькой деточкой куплены году наверное два назад может быть два с половиной вот эти близняшки сейчас выросли не сильно растут не сильно разрастаются и вот всегда имеет вот такие вот шарообразную такую форму красотончик красотончик солнце уходит и приходится ловить уже вытягиваясь выставляю из окна но я думаю видно следующим номером ой прям совсем что-то какой-то лимонная стала на самом деле она не такая это эхиверия миранда тоже гавоидная эхиверия вот у нас сейчас совсем прям засушилась сейчас я их все полью обязательно солнце уже уходит и можно полить спокойно свободно и не боясь что они там сварятся это эхиверия миранда но вот смотрите до какой степени на засушена вот у нее листья вот я ее полью и через три дня эти листья они не отсохнут они наберут тургор и они также будут на растение вот чем хороши гавоидной эхиверии если вот у той же швяны у любой такой лист полить он все равно отсохнет то этот восстановится и продолжит свой рост гавоиды с миранда вот еще у меня два растения которые я все обещаю им пересадить их и все никак до них не доходит руки ну знаете наверное потому что они слишком живучие и что я думаю у них еще все все впереди это гибрид полидонис эхиверия широ но я покупала его под таким названием в интернете кстати я не видела растения такие вот именно такого вида и с таким названием то есть эхиверия широ нет такого названия может быть этой не широ ну вот я не заморачивалась названием не искала вот такое растение у меня было я нам покупала одну розетку потом я ее подрала на листья одну голову укоренила и листья потом эти дали деток в общем эти этим растением уже я не знаю сколько но года два наверно точно этим розеткам вот осталось две но одну я себе оставлю обязательно потому что мне нравится это же полидониса полидониса я все коллекционирую вот это второе растение показываю но не приблизительно одинаковые надо обязательно их пересадить вот в один горшок они вот так уже не влезут как вот те рамелеты не знаю попытаюсь может быть всунуть но одно я продаю а второе обязательно себе оставляю очень меня не нравится всегда они вот такие компактные всегда они такие яркие ну как и все полидонисы не тянется никогда замечательное растение такие листики иголочки колюченькие такие вообще розочка 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 с налетом розочка вот это растение корейская называется она риф бангкок вот такого названия я тоже больше в интернете не встречала яркое она серединку у нее зеленая нижние листья оранжевого цвета такого очень насыщенная детку я себе от него отсадила в другой горшок а вот эти две головы они продаются красивая мне нравится она так ну-ка вот так если без солнца без солнца с чудо резкости нет но без солнца мне кажется вообще тут ничего не видно черное все и все вот на солнце лучше видно яркое растение красивая не тянется вот ему уже наверное года два как она у меня сидит и вот за два года только вот это вот ножка выросла на ножках я все люблю мне нравится как они растут на ножках тем более когда их две одна ножка в одну сторону другая в другую прямо вообще класс вот такое растение осталось немного я думаю влезем в одно видео с вами я уже если честно замучилась их снимать это их и вере красула клавата это обычная красула клавата а вот там у меня растет в регатная клавата растение было наверное недавно полито поэтому она не такое яркое вообще они прям все листья бордово-красные ну как и все клаваты она растет кустиком из пазух листьев из поздно из пазух листьев выбрасываются потом боковые побеги она растет таким же вот типом как пурпурный варегатные как денежные деревья вот как допустим вот это денежное дерево она не будет авата это триколор триколор они каком все авата растут деревьями с толстым стволом это кустовой формы что уж такое то вот только так получается ну я думаю вы увидели красивая это сенокрас юаньская от этого растения у меня было много деток весь горшок был заполонен детками я их все продала вот сейчас сняла его с продажи потому что эти две головы и оставила себе разрастется может быть к следующему году опять будут в продаже вот такое интересное растение черного цвета всегда черного прям всегда всегда листики мягкие на ощупь такие нежные гладкие розеточки очень интересного вида смотрите какое строение мелкие листья прям в розочку все в одно место смотрят такие ежички классные это сенокрасова юаньская там есть еще вот несколько детей но они еще очень маленькие это вот тут по моему пахи фитум лиловатый вырос детка ладно что у нас еще осталось осталось у нас еще группа доверять и тубанс которую я хотела на под вытянулась у меня за зиму вот на этом стволе я все мечтала мечтала ее обрезать укоренить но пока я до мечталась она вот уже дала две уже крупные взрослые головы и следующий тут тоже срезанный ствол тоже дал боковые ответвления вот такое растение но очень красивая на все равно она красивая налет у нее мощный смотрите ну я думаю заслуживает внимание тоже хоть она и с зеленцой но все равно очень интересный вид не вид растений а вид то есть ну как растение выглядит вот там тоже много детей все они такие пузатые надутые компактные есть она в продаже грато верить и тубанс есть мелкие дети покрупнее то есть разные цены на них подешевле и чуть подороже всякие всякие но не буду я его ничего с ним не буду делать нравится мне сейчас его такой вид но просто вот этой вот палки нужна подпорка здесь подпорку я думаю ей поставлю и она будет вот так расти ровно и все и я буду счастлива еще вот эти два листа от одеру которые вот не в силу не в городу и будет вообще все красиво резкости нет также в этом ящике еще красовый стогнал вот это красова растет крестиком у нее листики то есть 4 4 листочка на каждой макушечке у меня есть отдельная детка которую я отдельно отсаживала у меня растет в другом месте как-нибудь покажу вам ее где 66 рядов листьев это вообще уникальный какой-то получился экземпляр такого я ни у кого вообще не видела вот что там с ним произошло такая интересная мутация вот это красу тоже есть в продаже так дальше у нас идет котеледон да да котеледон арбикулата варегатный все все это конец если сегодня второе видео я уже выдохлась гибридный котеледон арбикулата гибридный я его уже показывала вам показывал свой горшок это вот горшок на продажу в принципе они одинаковые мощный налет красная окантовка классный 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 с какой стороны нет не посмотри на него все равно он классный ну и на закуску два растения это эхиверия гибрид пуледонис эхиверия апус гигант очень большой вот сейчас он без полива сжался прям в розочку но смотрите какой он все равно мощный красивый очень красивый нет так вот он зеленее на самом деле вот он такой как сейчас вот снимает его без света камера вот именно такого накраса сейчас камера не врет какая-то и сиреневая в нем изюминка есть в центре и зеленоватые листики оранжеватый но прямо переливается весь разными цветами все цвета радуги в нем выйдешь тоже такое красивое растение не тянется как и все пули донис не тянется всегда компактный в раскрытом виде он совершенно другой чем сейчас есть у меня где-то фотка вставлю в раскрытом виде он прям эта фотка у меня наверное с мая или с конца апреля я даже помню как она выглядит вот там он совсем другой сейчас вот за лето он весь сжался в колобок даже может быть уменьшился в размерах но это за счет того что листья все в центре дать ему побольше воды и когда поменьше света будет он на их раскинет и будет опять выглядеть точно так же как на фотографии но естественно тут листьев уже прибавилось подрос он конечно так затекла у меня спина ура ура это последнее растение и вот у нас осталось с вами моя тоже любимица хиверия пэблс давай вот так вот такая красоту лень к эту и хиверия это она у меня давно уже году наверно 2 такого на каков-то серовато коричневатого цвета с налетом листики в центре голубоватые вид у нее шикарный толстый толстый такие прям пузатые листья растет она то же самое на ножки и уже от ножки она дала детей ничего не видно ну вон нога от ноги уже дети но сама мамка шикарная головастая такая прям головастая головастая я вообще тащусь от этого растения не знаю прям такое умиление у меня от него я привозила такие на продажу скорее вот они закончились но этих детей не знаю может быть и делю может быть подумаю не знаю ну красивая давай на солнышке еще снимемся на солнышке не тот оттенок не тот не тот совершенно не тот но может быть вот так и резкости нет такой вот я съемщик уж простить уж извините уж простите вот так вот так она выглядит как сейчас смотрите как расположены листики какие они толстые как они все загнуты в центре розетки я вообще восхищаюсь этой симметрией и цвет такой даже не знаю как назвать этот цвет вот сейчас цвет он такой какой на самом деле как вот его обозначить этот цвет я не знаю таких оттенков ну классная все как попугай и так и так его как мартышка и очки ладно все друзья пробежала даже понимаете уложилась меньше чем полчаса фантастика ну те наверное я еще оставлю на один рассказ может быть код темах подсоединю на сегодня все это было какая уже одиннадцатая часть наверное до 11 наверное часть из рубрики было стало все друзья всем спасибо за просмотр пока пока до новых встреч ну может быть еще там через пару дней сниму вот те растения я хочу на рыбалку все я хочу на рыбалку всем добра здоровья спасибо за просмотр пока пока